Изложение заповедей, соблюдением которых можно спасти свою душу. Из книги апостола Ермы «Пастырь». Святой Ерма, муж апостольский, которого весьма хвалил апостол Павел, известен в своей книге под названием «Пастырь», которая в первые века читалась даже в церквах, наряду с апостольскими посланиями. Думается нам, будет полезно ознакомиться с теми душеспасительными заповедями, которые изложены в этой книге, исполняя которые, можно спасти свою душу. Думаем, что слово апостольского мужа будет убедительнее для вас нашего немощного разглагольствования. К изложению их он приступает так. «Молился я, — говорит он, — у себя дома, и сел потом на ложе свое». Вот вижу, входит муж, видом своим внушавший уважение, в одежде пастушеской. На нем накинут был белый плащ, котомка висела за плечами его, и палка была в руках у него. Он приветствовал меня, приветствовал и я его. Затем он сел подле меня и сказал, «Я послан к тебе, чтобы прибыть с тобою все остальное время жизни твоей». Когда он сказал это, мне подумалось, что он искушает меня, и я спросил его, «Кто же ты?» Ибо того, кому я вверен, я хорошо знаю. «Так ты меня не узнаешь?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «Я и есть тот пастырь, которому ты вверен», — сказал он. С этим словом он изменился в лице, и я узнал в нем моего ангела-хранителя. Мне стало стыдно, страх и скорбь начали тревожить меня, но он успокоил меня, говоря, «Не бойся». Я послан указать тебе все, чем можешь ты спасти душу свою. Выслушай внимательно и запиши все для памяти, чтоб, перечитывая то время от времени, ты освежал мысли свои тем и укреплял шаткую волю твою. Если от чистого сердца будешь сохранять все открываемое тебе, то получишь от Господа все благо, какие обетовал Он верным своим. Если же, выслушав мои наставления, ты не только не исправишься, а, напротив, станешь прилагать грехи ко грехам, то беду за бедой пошлет на тебя Господь, пока не сокрушит или сердце твоего, или костей твоих. Сказав это, пастырь мой, ангел покаяния, предложил мне двенадцать заповедей в следующем порядке. Заповедь первая. Веруй во единого Бога, в Троице Поклоняемого, Творца Неба и Земли, видимым же всем и невидимым, который из ничего воззвал к бытию все твари и даровал им столько совершенств, сколько каждая из них вместить может. Заповедь вторая. Живи в простоте и непорочности. Не вреди ближнему даже словом. Напротив, помогай всем в нуждам их, не разбирая, кто просит и кому даешь. Заповедь третья. Слово гнило, да не исходит из уст твоих. Люби истину и убегай лжи. Заповедь четвертая. Как зеницу ока храни супружескую верность, ибо это непреложный закон Творца, быть чистым и непорочным предлецом его или в девстве или в честно хранимом супружестве. Женился — не ищи разрешения, то есть расторжения брака, или другой жены. Положил быть в девстве — не ищи жены. То же, когда умрет муж или жена, пережившая половина не грешит, когда вступает во второй брак, но больше исподобляется чести от Бога, когда решает сохранить вдовство в чистоте и непорочности. При этих словах, — говорит Ерма, — я спросил его, — что же делать тому, кто согрешит? — Кается, — отвечал мне ангел-пастырь. Говорю ему, — я слышал, что кроме крещения нет другого покаяния, что, погружаясь в воды паки бытия, мы получаем отпущение всех грехов и никак не должны уже после того грешить. Ангел отвечал мне, — крещение не называется покаянием. Покаяние Бог установил для тех, кои, будучи через крещение призваны в число верующих, впадают потом в грехи по козням дьявола. Бог милостивый приемлет покаяние таковых, но надо знать, что частое падение в грех, исправляемое даже частым покаянием, делает подозрительным самое покаяние. И можно, наконец, упасть так, что после того падения не будет возможности встать снова. И начать жить для Бога. Всего дострашится всякий легкомысленно смотрящий на грехи. Сказав сие, пастырь начал снова продолжать указания спасительных для нас заповедей Божиих. Заповедь пятая. Идя путем заповедей, не можешь миновать препятствий и трудов. Мужайся, и докрепится сердце твое. Терпи в делании добрых дел и перенесении всех на пути всем неприятностей. Заповедь шестая. Помни, что при каждом человеке есть два ангела — добрый и злой. Один влечет его к делам добрым, а другой — к грехам и порокам. Внимай же себе и к первому склоняйся, а второго — отметай. По внутренним помыслам сердца догадывайся, какой из них дает тебе в ту пору уроки и хочет властвовать над тобою. Заповедь седьмая. Единого Бога, Творца и Промыслителя, и Спасителя твоего, бойся, и пустую страшливостью темных сил не унижай своей детской ему преданности и своего крепкого на него упования. Заповедь восьмая. Чтоб всякий раз, как нужно, свыше сходила на тебя сила творить добро и помощь уклониться от зла. Молитва делает земнородного небожителем и одевает его небесную чистотою и святостью. Заповедь десятая. Бегай ложных пророков, гадателей и волхвов, через коих враг губит рабов божиих. Слабые в вере обращаются к этим обманщикам, а они, отвечая им по желанию сердца их, наполняют головы их мечтательными надеждами. Тут же, капли истины примешивая море лжи, они обольщают их и снова увлекают к язычеству. Кто искренне верует и предал себя Богу, тот не пойдет к ним. Таковой небо ищет, а гадают обычно об одном земном. Заповедь одиннадцатая. Учительницею, единственную учительницею, да будет церковь Бога жива. Столб и утверждение истины. В ней свет не приложено истинного видения. В ней ее мрак и тьма. Там князь мира поставил учительскую кафедру свою и ослепляет разум внимающих ему и не хотящих слушать голоса церкви ради того, что они светские. Вот тебе проба. Что разногласит с учением церкви, то есть голос отца лжи. Заповедь двенадцатая. Без ближайших руководителей нельзя прожить свято на земле. Ты найдешь их в церкви, где Дух Святой поставляет их пасти стадо Христово. Умоли Господа даровать тебе благопотребного. В час нужный и без спроса твоего он изречет тебе утешительное слово. Дух Божий научит его, что подобает сказать тебе, и ты услышишь от него, что хочет от тебя Бог. Берегись, однако ж, и здесь духов лестчих. Смирение и тихость украшают истинного руководителя. Где же помпа, то есть внешний блеск в слове и жизни, там лезть. Внимайся ему и спасешься. Вот все двенадцать заповедей, которые дал мне ангел-пастырь, заключает Ерма. Выслушав их, я сказал ему, «Прекрасное правило, но есть ли человек, который мог бы исполнить их как следует?» На это ангел отвечал мне, «Прими их сердцем, в простоте, без размышления, и не встретишь в исполнении их никакого затруднения. Но, коль скоро станешь разлагать в уме своем, можно ли и как выполнить то и другое, и нельзя ли как-нибудь высвободиться из-под всего ига, подкрадется враг, расслабит сердце твое и сделает тебя неспособным ни к какому добру. Но что много говорить? Знай, что если не исполнишь чего, нет тебе спасения, нет спасения ни тебе, ни детям твоим, ни семейству твоему». Сказав сие, ангел изменился в лице своем и сделался столь страшным, что я не знаю, есть ли кто, кто бы в состоянии был снести взор его в сию минуту. Я испугался. Ангел, видя мое смущение, начал говорить кротко ко мне, с лицом, способным разлить отраду в сердце. Как это думаешь и говоришь ты? Забыл разве ты всемогущество Божие? Возможно ли, чтобы тот, кто все покорил под ноги твои, не дал тебе сил исполнять заповеди его? Знай же, что кто имеет всегда Бога в сердце своем, тот легко исполнит заповеди сии. Кто же имеет его только на конце языка своего, тот падет под тяжестью их, считая их невыполнимыми. Я заметил на это. Кто не просит у Бога сил, чтобы исполнять святые заповеди его? Но враг силен, он искушает рабов Божиих и держит их в своей власти. Нет, — отвечал мне на это ангел, — враг не имеет никакой власти над рабами Божиими. Тех, кои веруют в Бога от всего сердца, он может искушать, но не властвовать над ними. Противостань ему с мужеством, и он убежит от тебя. Тем кончились наставления ангельские, изложенные во второй книге святого Ермы под названием «Пастырь». Со своей стороны, не осмеливаемся прибавить что-либо ко всему этому, — говорит ученик апостолов, муж апостольский. И в самом деле, к чему тут вялое слово наше? Одно только скажем, как утешительно знать, что и в наше время говорят то же, что говорили при апостолах, непосредственно после апостолов, и что, следовательно, в продолжении девятнадцати веков в Церкви Божией слышится неизменным одно и то же — слово истины. Почему во все века и времена так много говорилось и говорится и в наше время о душе человеческой? Да потому что душа — это жизненное начало. Потому что жизнь человеческой души в Боге есть самое главное в жизни человеческого общества и жизни Церкви. Потому что жизнь человеческой души в Боге и с Богом — это основа нравственного развития как человека, так и общества. Душа — это главная часть естества человека. Душа есть некий вид энергии, еще не познанный людьми науки. Душа — это та бессмертная, разумная, духовно-нравственная сила, которую человек получил от Бога при творении. Люди не видят своей души и потому, к сожалению, не умеют ее ценить. А ведь душа — это те задатки добра и святости, которые являются частью нашего естества и даны нам Богом. И эта душевная сторона нашего естества сотворена Богом прекрасной. Она одуховлена Духом Божиим и является частичкой Бога в нас, и сообщает нам возможность нашего обожения. Душа — это совокупность всех мыслительных, разумных действий. Все наше внутреннее существо, внутреннее содержание человека, в какой-то степени характеристика человека, обуславливающая его поступки, его действия, поведение, его жизнь. Она одуховлена Духом Божиим, бессмертным и разумным, и при жизни душа и дух соединены воедино. Душа человека — духовно и бессмертно. Это догмат. По определению блаженного Августина, она безвидна, невидима и безобразна, не имеет образа. Бог создал ее духовную и живую, разумную и свободную, и она составляет с телом один живой организм. Душу можно видеть только посредством откровения и божественного просвещения. Только умные глаза отдельных людей, просвещенных благодатью Божией, могут видеть душу. Душа человека — это бессмертная, разумная, деятельная духовная сила, полученная человеком от Бога при творении, дающая возможность человеку при воздействии на нее благодати Духа Святого Божия, беспредельного развития и обожения. Душа — это бестелесная сила, личное самостоятельное духовное естество. Та разумная, мыслящая, высшая духовная сила, которая приводит в гармонию и сочетает воедино и стройное целое разные части нашего тела. Но одновременно сама душа руководится Святым Духом Божиим, который приводит в строгий порядок уже ее многоразличные стремления, движения и помышления. Она является тем духовным началом в человеке, который обнаруживает свою деятельность во всех частях тела. Это свободная, одаренная способностью желать и действовать, самостоятельная и бессмертная сущность человеческого естества. При земной жизни она тесно связана с телом и несет все тяготы и скорби его, действует в теле и через тело при содействии его органов, руководит телом, будучи сама руководимой направляемо Святым Духом Божиим. О душе можно сказать, что это совокупность высоких качеств любви, страдания, сердечного расположения. Душа — это та часть естества нашего, которой мы познаем Бога, молимся Ему, обращаемся к Нему во всех наших жизненных обстоятельствах. Молитва — это пища нашей души. Душа — это та разумная часть нашего естества, которой мы способны распознавать добро и зло, выбирать свой жизненный путь. Это та разумная и мыслящая часть нашего естества, которая позволяет нам усилиями своей воли, с помощью Божией, познав волю Его и возлюбив ее всем сердцем, строить нашу жизнь на основе заповедей Божиих. Это та часть естества нашего, которая позволяет нам сознательно идти путем, указанным Богом, борясь со всеми искушениями и ухищрениями духа злобы. Душа — это та часть естества нашего, которая дает нам возможность не увлекаться земными соблазнами, а иметь единственную цель в жизни — стремление к познанию Бога, и насколько это доступно человеку ощущать присутствие Божие уже во время нашей временной земной жизни. Душа — это частичка Бога в нас, это вместилище Духа Святого. Через душу Бог постоянно присутствует в нас, и Он, наш Небесный Отец, постоянно таким образом с нами, так как живет в нашей душе. Будучи сотворенной бессмертной и одуховленной Богом при творении же, вдумавением в нее Духа, она получила предназначение стать нерукотворенным храмом Духа Божия, местом постоянного обитания в нас. И если человек осветит ее святым крещением и не загрязнит своими повседневными грехами, то Дух Божий постоянно в ней присутствует, и она становится храмом Божиим, тем нерукотворенным храмом Божиим, которому предназначено жить вечно, вместив в себя Бога. Душа — это источник, из которого проистекает активность человека в его действиях, в его целеустремленности, к добру или ко злу. Это та связь, которая нашей человеческой природе сообщает возможность быть близкой к Богу, внушает желание стремиться к Богу. И Господь Иисус Христос своей искупительной жертвой вдохнул в нашу бессмертную душу новую жизнь, жизнь в таком тесном и близком общении с Богом, которая не может быть сравнима ни с каким общением людей между собой. Мы вступаем в духовный союз с Богом, а через таинство святого причащения и телом становимся едины с Ним. Все животные и растения созданы Богом и имеют душу, но душа человека обладает особыми свойствами, ставящими ее в особое положение по отношению к душам животных и растений. И эта особенность ее заключается в ее духовности и разумности. В низшей своей части она сходна с душой животных, но ее одуховленность возвышает ее над душой животных и растений. При создании души человеческой Бог творил ее по образу духа, вложив в нее образы и законы добродетели, рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и другие. В душе человека заложен образ Божий, который проявляется в ее бессмертии и духовности, в ее способностях и силах, в ее памяти, разуме и воле. Это духовная сила нашей жизни, это творение Божие, а все сотворенное Богом прекрасно. Уже по своему творению она является особо тонкой, возвышенной, разумной, исполненной необычайной красоты и предназначена для пребывания в ней Бога. Это дом Духа Божия в нас. Господь в доме Своем, то есть в душе и теле человека, собирает и полагает все небесное, духовное богатство. Стало быть, какой же бесценной является наша душа. Все красоты мира, все его сокровища — ничто в сравнении с ценой души. Ведь она бессмертна и носит в себе образ Божий. Бог вечен. Он не знает ни начала, ни конца своему бытию. И наша душа, хотя она и имеет свое начало, но она не знает смерти. Она бессмертна. И каким бесценным Божиим даром является наша бессмертная душа, вложенная в каждого из нас Господом? Она неоцененна. Из всех созданий Божиих она самое высшее создание после ангелов. Но и ангелам не дано чести быть жилищем Духа Святого, а эта честь дарована только душам человеческим. Человек создан по образу и подобию Божию, и каждый из нас носит их в себе. И хотя наши грехи и страсти загрязняют этот образ Божий и стирают в нас его черты, мы не можем сомневаться в том, что печать его все же несем на себе. Душа наша не имеет цены. Господь Иисус Христос однажды как бы положил ее на весы, сравнив ее со всеми богатствами и ценностями земного шара, и сказал, что эти богатства — ничто в сравнении с душой. Какая польза человеку, если он приобрещет весь мир, а душе своей вредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Душа наша драгоценна. Это великий дар Божий, оценить который не в силах ни наша мысль, ни наше сердце. Это цена крови, пролитой спасителем на Голгофском кресте. Господь претерпел все унижения и мучения с младенчества и Таголгофских страданий ради спасения наших бессмертных душ. Бог дал душе человека бессмертие, дал разум, который вбирает в себя неисчислимое множество знаний. Дал свободу духа, никого насильно не принуждает идти за собой, а только обращается к нам с этим зовом, только зовет нас. По истине нет цены бессмертной душе человека. Она искуплена кровью Бога человека и призвана им к вечной и блаженной жизни, предназначена быть храмом живущего в нас Духа Святого, носить в себе образ Создателя Своего. Души всех людей с момента падения прародителей сделались местом пребывания лукавых духов. И только с пришествием на землю Христа Спасителя было совершено великое спасительное искупление и уврачевание души. Он освободил ее от рабства и извел из тьмы к свету. Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы изменить, преобразить и обновить естество павшей некогда души, создать вновь, растворив ее божественным духом. Верующих в Него Он соделал новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми. И понятно, что душа человека, как дитя Божие, рвется к своему первоисточнику, тянется к своему Небесному Отцу, как ребенок к своей матери. И только тогда обретает покой, когда почувствует себя в объятиях Небесного Отца, как успокаивается и ребенок на руках своей матери. Как велика цена души, видна из того, что только Сын Божий, принесенный в жертву, смог восстановить в первозданное состояние нашу душу. Поэтому и говорят богомудрые отцы, что цена ей — это цена пролитой крови Спасителя. Святые отцы и учители Церкви восторженно говорят о человеческой душе, в прекрасных выражениях описывают величие и необыкновенную ее красоту. Святитель Григорий Богослов Душа — существо умно созерцаемое, вечно пребывающее, образ и дыхание всемогущего Бога, частица божества, конечно, не в собственном значении этого слова, струя невидимого божества и бесконечного света, божественный и неугасимый свет, заключенный в теле, как в пещере. Душа — природа, оживляющая и движущая, с душой, с родственной разум и ум. Святой Макарий Великий При создании Бог создал ее такую, что в естество ее не было вложено порока. Это творение умное, величественное, дивное, образ и подобие Божие, имеющее беспримерное близкое родство с Богом, без малейшего, впрочем, общения между их существами. Бог имеет общение с душами достойными, но только не существенно, а благодатно, наделенное всеми совершенствами, свойственными духу, и по чрезвычайной тонкости своей, удободвижное, быстролетное, неуловимое. Святитель Иоанн Златоуст Душа — есть естество разумное и духовное, быстродвижное, непрестанно находящееся в деятельности, дрожайшее всего мира, беспримерной и неописанной красоты. Сущность, имеющая сродство с небесным, отнюдь, впрочем, не божественного естества, но сродное небесным и бесплодным существам. Душа человека так благолепна, что несравнима ни с какой природной красотой. Если было бы возможно телесными очами видеть красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею. Но ее можно видеть только душевными, просветленными очами. Святой Ефрем Сирин Душа наша есть прекраснейшее и преимущественно перед всеми творениями любимейшее Богом творение, запечатленное тайной благодати и премудрости Его. Святой Иоанн Лествичник Целый мир неравноценен душе. Мир приходит, а душа нетленна и пребудет нетленна. Святитель Кирилл Архиепископ Иерусалимский Душа — превосходное дело Божие, созданное по образу сотворившего. Она бессмертна, она существо живое, разумное и нетленное. Душа свободна и имеет власть делать, что хочет. Святитель Саварет Митрополит Московский Душа — невидимая тонкая сила, существо духовное и бессмертное. Но образ Божий в человеческой душе проявляется не столько в этих двух ее качествах — духовности и бессмертии, но в ее силах и способностях, а именно — уме, даре Слова, свободе, памяти и разуме. Слово — орган ума, и в нем должен отражаться образ Божий. Начало Слова на небесах, превыше небес, в личности, в Боге. И достоинство Слова божественное — Бог без слова. Сын Божий для выражения своих божественных свойств не нашел в языке человеческом лучшего наименования, как наименование Слова. Нарицается имя Его — Слово Божие. Слово имеет вседительную силу, вся тем выше. И в Слове человека должен быть некий образ Слова Божия и силы Его. И действительно, Слово поставило человека на лестнице творения выше всего земного. Оно соединило людей в общество, создало города и царства. В Слове живет и движется знание, мудрость, закон. Словом образуется и распространяется добродетель. Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним. Свобода — есть способность разумно избирать полезное и нужное дело. Это деятельная способность человека не порабощаться греху и избирать лучшее при свете истины Божией. В этом видится образ Божий в душе человека. Святой Иоанн Дамаскин Душа — сущность свободная, одаренная способностью желать и действовать, изменяемая в воле, имеющая ум, не как что-либо отличное от нее, но как чистейшую часть самой себя. Ибо что глаз в теле, то ум в душе. Душа соединена со всем телом и объемлет его, как огонь железа. Душа — сущность живая, простая, бестелесная, телесными очами по своей природе невидимая. Бессмертная, словесно-разумная, безвидная, действующая посредством органического тела и сообщающая ему жизнь и возрастание, чувство и силу рождения. Душа — есть дух умный, всегда движущийся к доброй или злой воле, удобной. Блаженный Августин Душа — естество созданное, невидимое, разумное, бестелесное, бессмертное, богоподобнейшее, образ имущая Создателя Своего. Он же говорит, что образ Божий в человеке является именно душа. Человек создан по образу владычества, господства и самовластия. Святой Ириней Душа создана Богом и имеет вид, свойственный своей природе. Отличается от существа ангельского. Вид свой она получила от тихнейшего своего общения с телом. Вид души — это отображение внутреннего человека, и потому он различен у разных людей. Святой Андрей Критский определяет душу как ум, зрящий Бога. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский Душа наша есть, так сказать, отражение лица Божия. Чем яснее больше это отражение, тем оно светлее, покойнее. Чем меньше, тем темнее, беспокойней. А как душа наша, сердце наше, то надобно, чтобы в нем отражалось через чувство, через благодарность всякая истина Божия, а отражение лжи вовсе не было. Душа — часть мира духовного. Бог отражается в благочестивой душе, как солнце в капле воды. Чем чище эта капля, тем лучше, яснее отражение, чем мутнее, тем тусклее. Так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души отражение Божие прекращается, и душа остается в состоянии духовного мрака, в состоянии бесчувственности. Душа наша проста, как мысль, и быстра, как молния. Душа благочестивого человека — это приблагая духовная сокровищница. Душа наша потому называется душою, что она дышит Духом Божиим, то есть она так называется от Духа Животворящего. Епископ Феофан Затворник Душа есть действительная, живая сила, хотя и умная, чисто духовная. Своей, так сказать, физическую стороной она устрояет тело, оживляет его, движет и действует через него, а другую стороной, высшую, в то же время сознает себя, свободно действует, созерцает пренебесное, размышляет о земном и стремится к божественному и вечному. Мудрец древности Сократ, всю жизнь посвятивший исканию истины, имел высокое мнение о человеческой душе. Человеческая душа, говорит он, более чем все другое в человеке причастна божеству. Она, видимо, управляет телом, хотя сама невидима. Посему человек мыслящий не должен презирать невидимое, но, изучая его силу из действий, чтить в душе божественное. Самопознание открыло Сократу, что душа по природе есть существо, причастное божественному естеству. О человеческой душе много говорится, много пишется. Существование души признается как людьми, верующими в Бога, так и неверующими. Человек всегда, как и ныне, чувствовал в себе единое внутреннее начало, управляющее движениями тела. Первобытные люди не имели ясного понятия об этом движущем и руководящем начале, но они ощущали и смутно сознавали присутствие этого невидимого начала в своем теле, но отличного от тела. Самосознание человека с древних времен убеждало его в том, что есть нечто в его теле, отличное от тела, но руководящее всеми его действиями. А отсюда и произошло убеждение, что кроме тела человек имеет душу. Существо, отличное от тела. Даже дикие народы признавали присутствие в своем теле души, отличное от тела, чего-то более тонкого по своей структуре, чем тело. И верили в то, что когда тело умирает, то это отличное, но конкретное живое начало не разрушается, подобно телу, и не превращается в ничто, а отделяется от тела в виде легкой тени и отлетает в неизвестную область. Об этом из врачебной практики давно уже знают, писали и пишут на основании наблюдений за больными, пережившими необычное состояние на грани жизни и смерти, так называемый внетелесный опыт. И такие люди, вне зависимости от их религиозных убеждений, не только верят, а уверены как в существовании души, так и в ее отделении от тела при наступлении смерти. О творении и соединении души и тела. Душа наша создана Богом при творении человека. Святой Макарий Великий так говорит об этом. При творении человека Бог произнес, «Сотворим по образу и подобию нашему». И сказал это об умной человеческой сущности, разумея бессмертную душу. Книга Бытия говорит нам, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Многие, говорит преподобный Серафим Саровский, неправильно понимают слова «вдунул Бог дыхание жизни». Ошибочно считают, что здесь говорится о душе человека, вложенной, вдунутой, в неодушевленное тело. Но это несправедливо. Бог не одну плоть Адаму создал из земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Вдуновением же духа Бог сообщил душе человека о духовленность, отличающую ее от душ животных и растений. Епископ Феофан Затворник также считает, что душа человека, как и души животных и растений, создана из праха земного, и, будучи сходной с душами животных, все же в значительной степени превосходит их в силу сочетания ее с духом, вдунутым в лицо человека Богом при завершении творения. И этот дух, как сила, исшедшая от Бога и соединившаяся с нашей душой воедино и целое, сообщил ей возможность познавать Бога, стремиться к Богу, своим внутренним сокровенным чутьем сознавать свое происхождение от Бога. Душа есть частичка божества в нас. Чувствовать свою полную зависимость от Бога и обязанность исполнять Его волю и жить только для Него, им и с Ним. Святой Симеон, новый богослов, иначе объясняет значение слов и вдунул в лице его дыхание жизни, под духом жизни подразумевая душу. Но он считает, что душа Адама была тесно связана, осенена святым духом. Святой Дух был душой души Адама, и благодаря такому соединению души с Богом, Адам был по благодати тройственным, состоял из тела, души и благодати Божественного Духа. Святитель Василий Великий в своей беседе о сотворении человека говорит, «Тело человека вылеплено Богом из праха земли, хотя и вылеплено оно искусными руками самого Бога, а не вызвано к бытию только словом «да будет», а душа сотворена, сотворил человека. И душе дана возможность возрастания, то есть восхождения через знания к совершенству». Святой Иоанн Дамаскин Нужно понимать, что тело и душа человека созданы одновременно, вместе, и все самые мгновения вдумут, как вдумут, это необъяснимо, богоподобный дух, так что человек сразу явился во всем своем величии и совершен по душе и телу. На Пятом Вселенском Соборе святые отцы утвердили, что душа творилась вместе с телом, а не отдельно друг от друга, основываясь на Священном Писании. То, что душа и тело при жизни человека теснейшим образом связаны взаимно, святитель Григорий Богослов объясняет проявлением премудрости Божией, промыслительно установившей этот союз. Если бы, по его мнению, душа не была связана с телом и не должна была обуздывать страсти и укращать греховные порывы тела, а только была бы носительницей в себе частицы Божества, она могла бы возгордиться и превознестись своим достоинством. Но, будучи непосредственно связанной с телом, перенося все житейские тяготы, болезни и искушения вместе с ним, и в то же время являясь носительницей образа Божия, она понуждает и тело стремиться ко всему чистому и божественному. Чтобы в борьбе и брани с телом мы постоянно обращали взоры к Богу, чтобы мы знали, что мы в одно и то же время велики и ничтожны, перстны и небесны, смертны и бессмертны. Душа соединена с телом для того, чтобы, если мы вздумаем гордиться образом Божиим в нас, земное естество наше смирило бы нас. Душа — сущность, отличная от тела, хотя находится в теле и теснейшим образом связана с ним, и, обладая очень тонким материальным веществом, составной частью ее, пропитывает и наполняет все мельчайшие частицы тела человека, и это дает ей возможность командовать телом, руководить действиями тела. Дух подсказывает душе, а душа уже приказывает тем или иным органам тела действовать в определенном направлении. Душа первого человека имела образ и подобие Божие, такой она была создана Богом. Но после грехопадения первых людей она лишилась благодати Святого Духа, а без нее душа уклоняется от правильного образа мыслей и действия. И потому последующее потомство Адама стало рождаться перстным, духовно глухим и слепым, кленным и смертным. Необходимо было пришествие на землю Сына Божия, Его крестные искупительные страдания, чтобы душа человека опять получила благодать Святого Духа. Человек призван уподобляться Богу, а уподобляясь Богу, приходить в богоподобное состояние. Но этого человек может достигнуть только силу и благодати Божией, а ее было нужно вернуть душе человеческой. Хотя и по-разному изъясняют святые отцы слова в думу, в лице его дыхания жизни, но все они признают, что душа человека одуховлена Богом, благодатью Святого Духа. Таким образом, человек представляет из себя дивный союз тела, души и духа, единую нравственно-разумную, чувственно-духовную личность, при самом сотворении, назначенную Господом к блаженству и бессмертию. О тождестве и различии душ человеческих Души всех людей по существу своему тождественны, но в то же время каждая душа имеет свои личные особенности, проявляемые в различных формах душевной жизни человека и обладают своеобразным развитием. Источником этих свойственных каждому человеку форм является сердце человека, благодаря которому и проявление души различное у всех людей, и жизнь различна, и мысли и поступки различны. Как учили еще древние философы, душа человека безвидна и безобразна, то есть она не имеет ни размеров, величины, отличающие одну душу от другой, ни формы, какого-либо очертания. Она присуща данному человеку и является частью живой природной организации состава человека, а также и характеристикой особых внутренних свойств данного человека, проявляющихся в его деятельности и отличающей его от других людей. Поэтому в жизни нередко приходится слышать выражение «О, это человек большой души», когда говорят о хорошем человеке, или, давая отрицательную характеристику человеку, скажут «Да ведь это мелкая душонка». В этих случаях прибегают к метафорам. Но это отнюдь не значит, что у одного человека душа больших размеров, чем у другого. Здесь говорится о нравственном состоянии души. Точно так же про хорошего человека говорят, какой он душевный человек, а про злого, эгоистичного человека скажут бездушный человек. Это опять-таки нельзя понимать как отсутствие в ком-либо души, а лишь о высокой или низкой нравственности человека, ибо душа носительница нравственных качеств человека. Это тот источник, из которого проистекает активность. И благодаря свободной воле, которой обладает душа, активность ее может быть направлена к добру или злу, смотря по тому, для восприятия какого духа, Божия или духа злобы, раскрылась эта душа. Но под словом «душа» в различных случаях понимают и разумеют различное. Часто под словом «душа» подразумевается просто жизнь, как, например, в Евангелии от Матфея. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Почва из евангельской притчи о сеятеле, в которую сеется семя, Слово Божие, это тоже наша душа, и бывает она у каждого из нас в разное время нашей жизни разной, то каменистой, то придорожной, то заглушенной тернием, то плодородной. Семя Божие дается всем людям одинаково хорошим, а какой принесет плод, это зависит от состояния нашей души и тех стараний, какие она проявит в деле его выращивания. В душе человека Бог силой животворящего духа творит обновленную природу человека, созидая Царство Божие внутри человека, в душе. Но как это происходит, это сокрыто от понимания и сознания людей, так же, как происходит скрытый процесс произрастания зерна в земле. Зарождение в душе и развитие Царства Божия принимаются нами как факт. От человека требуется лишь величайшая заботливость, оберегать прорастание зерна. Требуется жить с сознанием, что ты соучастник Божией тайны в деле создания в душе Царства Божия. Ты бессменный страж, поставленный на это Богом. Все зависит от способности души к духовному росту. При глубоком понимании евангельских притч «Исцеление Господом слепых, глухих, косноязычных», человек видит в них исцеление духовно слепых и глухих душ человеческих. И некоторые из этих душ безнадежно потерялись в темноте, сбиты превратностями жизни с правильного пути, зашли в тупик. И, как мы видим в Евангелии, таких приводят ко Христу. Точно так и слепую душу приводят к Богу чаще всего жизненные обстоятельства. А привести душу ко Христу значит прежде всего вывести ее из мира, увести в сторону от греха людей, оставить наедине с Богом, освободить от разлагающего влияния земли. Христос перед исцелением отводит слепца в сторону. А вот евангельский слепец в Артемей в Евангелии от Марка это образ хорошей души. Это образ души, порвавшей с грехом. Он сидит на дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим, от рассадника греха к святому граду. И он не просто сидит, он кричит, он добивается, чтобы на него обратил внимание проходивший здесь Господь, он хочет прозреть. И евангельские бесплодные смоковницы, и виноградник, отданный для возделывания виноградарем, все это людские души в различных степенях своего духовного состояния. Бог насадил во вселенной виноградник жизни. Основная лоза в нем Сын Божий Христос. И от этой лозы идет бесконечное число черенков. Это все души человеческие. И каждая душа со временем превращается в некий божественный сад. Под благодатным окормлением Божиим душа распускается, с искрящимися как цветы под солнцем жизни способностями ума, с ароматными грозьями бесконечно переливчатого чувства, с упругою волей, как упруга полнокровная сочность плодов. Истина, истина, что человеческая душа по природе есть божественный сад, лучший виноградник земли. Господь оградил душу оградой евангельского закона, водрузил в саде души сторожевую башню, совесть. Бог насадил сады душ и роздал их людям, чтобы люди сами трудились над возделыванием этих садов, над спасением своих душ. А преображение Господне на фаворе — это образ преображения души, пошедшей за Христом. Иногда, произнося слово душа, мы подразумеваем совокупность нашей душевной деятельности, всех наших ощущений, восприятий. Душа человека — это все наши мысли, все желания, все порывы сердца, это проявление любви к жизни. Господь даровал такую душу первому человеку-притворении и каждому из нас прирождении, душу одуховленную, присутствие которой в теле непостижимо и таинственно. Но она везде присутствует в нашем теле, как говорит святитель Дмитрий Ростовский. Нет ни одной частички нашего тела без души. Душа сочетает воедино все тело, состоящее из многих частей, и содержит их в полной гармонии, и все части тела друг другу помогают, друг друга поддерживают. И если в обычных наших житейских отношениях человек по чисто человеческим понятиям не имеет души, он теряет к себе уважение окружающих, так как же нужна человеку душа для его духовной жизни? О сердце человеческом. Бог даровал человеку бессмертную, разумную душу, и пребывает она в нашем теле в сердце. Духовный опыт святых отцов свидетельствует, что именно сердце, а не разум, чувствует присутствие Божие. Из Священного Писания мы узнаем, что сердце есть орган наших желаний, источник воли и добрых или злых намерений наших. Из текстов Священного Писания видно, что именно желаниями и стремлениями сердца определяется поведение человека и выбор им жизненного пути. Именно сердце, а не ум, как пытаются доказать психологи, мыслит, размышляет, познает. И новейшие исследования науки дают нам право считать сердце не только органом кровообращения, но и органом чувств. Священное Писание говорит нам о сердце гораздо больше, чем наука. О сердце речь чуть ли не на каждой странице Библии, и ему придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа мысли и восприятия духовного воздействия. И самое главное, сердце, по Священному Писанию, есть орган общения человека с Богом, а следовательно, оно есть орган высшего познания. Именно сердце обладает способностью ощущать Бога. Почти у всех людей есть способность иная, чем познание пятью чувствами, и чем выше духовность человека, тем ярче выражена эта способность высшего познания. «Было в сердце моем как бы горящий огонь». «Откуда этот огонь?» Вам отвечает святой Ефрем Сирин. «Недоступный для всякого ума, входит в сердце и обитает в нем. земля земля не выносит стопы его, а чистое сердце носит его в себе». И можно сюда прибавить еще, созерцают его без очей, по слову Христову, блаженные чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Архиепископ Лука считает сердце органом чувства и высшего познания. Он пишет, «В сердце есть множество струн и даже тончайших, чутко улавливающих все доброе и истинное, звучащих протестом против злого и неиская нива. Именно сердце его тончайшими струнами имеет общение с самим Богом в молитвах и откровениях, и через наше многострунное сердце говорит нам тихий голос совести». «Сердце есть корень жизни», говорит епископ Феофан. Оно возбуждает к деятельности прочие силы. Казалось бы, следовало отдать полную власть ему над управлением жизнью, как это и бывает у многих, но страсти часто увлекают сердце в ненужном направлении, и потому только люди, очистившиеся от страстей, могут дать волю всецело своему сердцу. В сердце же и корень греха. От сердца исходят помышления злые, говорится в Евангелии от Матфея. Для сердца, оскверненного грехами, тяжка мысль о Боге. Поврежденное грехом сердце не пойдет туда, где говорят о Боге, оно не любит Бога, а боится Его. Такое сердце старается помрачить и затмить очи ума, усиливается заглушить голос совести, громко говорящей о Боге, и нередко успевает в этом и доводит человека до безумия. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Сердце центр физической жизни человека, и по связи душевной деятельности с физической, оно же, как объединение душевных способностей, есть центр сознательной душевной деятельности. В нем формируется личность человека, и когда душевная жизнь человека сложилась, тогда сердце делается регулятором добра и зла. сердце разносит кровь по организму, давая ему здоровье или болезнь, оно же в душевной жизни является проводником сил, добра или зла. В тайниках сердца складывается добро человека или порог. Святой Макарий Великий говорит, сердце правит всем, и когда благодать займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами душевными. Там оба должны смотреть, написано ли благодать закона духа. Все люди, живущие глубочайшей духовной жизнью, по собственному опыту говорят о том, что при добром и благодатном устроении души ощущается в сердце тихая радость, глубокий покой и теплота, всегда возрастающие при неуклонной пламенной молитве и после добрых дел. И напротив, воздействие на сердце духа злобы рождает в нем смутную тревогу, какое-то жжение и холод, безотчетное беспокойство. Как это несомнительно для неверующих, мы утверждаем, говорит архиепископ Лука, что сердце может воспринимать вполне определенные внушения, прямо-таки глаголы Божии. И это не только удел святых. И я, продолжает святитель Лука, подобно многим, не раз испытывал это с огромной силой и глубоким душевным волнением. Читая или слушая Священное Писание, я вдруг получал потрясающее ощущение, что эти слова Божии обращены непосредственно ко мне. Сердце не только воспринимает воздействие Духа Божия, но как центр нашей духовной жизни совершенствуется и направляется к Богопознанию. В притче о Сеятеле Сам Господь говорит, что семя Слова Божия сеется в сердце человеческое. Сердцем осуществляется высшая функция Духа Человеческого, вера в Бога и любовь к Нему. Сердце есть средоточие любви. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. В сердце нашем произрастают добродетели, смирение, кротость, милосердие, терпение. Оно вместилище веры. Чистое сердце это наше богатство, это наша слава, поэтому оно и является местом пребывания нашей души. Поэтому и просим мы, сердце чистым с одежды во мне Божия и дух правды возроди в груди моей. Чистое сердце храм Божий и дух Божий живет в нем. Как уже было сказано, сердце, а не ум, мыслит, размышляет и познает. И святой Исаак Сирин учил, что ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень. Сердце обладает способностью само получать из духовного мира ощущения высшего порядка и передавать их уму в мозг. Мы знаем, что человек часто интуитивно чувствует многое из того, что необъяснимо нашим умом, а интуиция и есть познание сущности вещей не умом, а сердцем. Сердцем человек ощущает все, как прекрасное и приятное, так и неприятное. Сердцем же ощущает и Бога, высшую красоту. Любовь в сердце человека начинается от познания ума о Боге. Когда сердце полюбит Бога, оно начинает стремиться к Нему, и в человеке все более и более умножается и утверждается видение о Боге. Но для познания глубин Божиих необходимо сердце чистое, насколько это возможно человеку, как созданному существу. Сердце, любящее Бога, укрепляет волю человека, утешает его на тяжком пути, побуждает человека к исполнению нравственного долга, деланию добра ближним и даже врагам, ведь только любовь способна на удивительные испытывания. Как видим, именно желаниями и стремлениями нашего сердца определяется наше поведение в жизни, выбор жизненного пути. Однако не одни добрые мысли, стремления и пожелания рождаются и проникают в наше сердце. Там часто возникают и противоположные чувства, но об этом разговор будет потом. Отец Иоанн Кронштадтский говорит, «Ты знаешь, как сердце быстро, далеко и ясно видит», особенно предметы мира духовного. Заметь это во всех познаниях, особенно в духовных, где весьма многое усвояется только верою, видением сердца. Сердце — око существа человеческого. Чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит. У святых Божиих это око душевное доведено еще при жизни до возможной для человека чистоты, а по смерти их, когда они соединились с Богом, оно благодатью Бога стало еще светлее, обширнее в пределах своего зрения. Поэтому-то святые Божии видят весьма ясно, широко и далеко, видят наши духовные нужды. Высшие свойства души Поистине дивными, чудесными свойствами обладает человеческая душа, и все это она получила от Бога. Главное и основное свойство ее — это ее духовность, и эта духовность есть высшее достижение человеческой души, ибо дух человека имеет свое начало в духе Божьем. В душе нашей есть какая-то глубина, и в этой глубине формируется нравственная природа души данного человека, из его мыслей, чувств, желаний, характер данной души, данного человека. В этой же глубине своего существа душа соединяется с Божественным Духом, и Дух Божий, соединившись с Духом человека, направляет его к тому, чтобы очищать душу, а через нее и тело от всего греховного, дает возможность в какой-то мере сделаться причастной тех свойств духовного тела, какие должно оно будет иметь в воскресении последних. И это мы своими телесными очами наблюдаем на примерах святых. Этим же был награжден и первый человек, но утратил эти свойства при падении. Душа — самая большая ценность, которую Бог даровал человеку. В ней сокрыты и образ, и подобие Божие, и значит, она должна обладать в какой-то мере не в абсолютном смысле свойствами Божества. И это нам видно в проявлениях нашей души. Бог вечен. Он не знает ни начала, ни конца своему бытию. И наша душа, хотя она и имеет свое начало, но она не знает смерти, она бессмертна, такую сотворил ее Бог. Бог всемогущий. И человека он наделил чертами могущества. Человек хозяин природы, он владеет многими тайнами природы, он покоряет себе воздух и другие стихии. Бог есть дух вездесущий. Человеку дана мысль, способная в мгновение переносить его в самые отдаленные концы земли. Духом мы часто бываем со своими близкими вместе, хотя мы разделены при этом далеким пространством. Прекрасный пример такому мысленному общению душ мы видим из жития преподобного Сергия Радонежского и святителя Стефана Пермского. Святитель Стефан проезжал в десяти верстах от обители преподобного Сергия, вышел из повозки, обратился в сторону обители и с молитвой и поклоном произнес «Мир тебе, духовные братья». А в обители в это время братья находились на трапезе, и именно в этот момент преподобный Сергий духом уразумев это приветствие, стал от трапезы и взаимно молитвенно поклонясь, произнес «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобой», и объяснил братья причину своего поступка. Бог есть высочайший ум, и человека Бог наградил умом, способным необычайно быстро развиваться и получать необходимое познание. Святитель Василий Великий учит, что ум и душа человека едины. Ум некая естественная часть нашей души, и этот ум как часть души владычествует и управляет нашим телом. Через него человек познает все нас окружающее, познает и самого себя. Через ум же управляет самим собою и своим телом, которое является орудием души. И в душе человеческой дана способность не только мыслить, желать и чувствовать, но и как в зеркале видеть свои мысли, желания и чувства, самосознание человека. Душа воспринимает все происходящее через соестественный ей ум и через разум, всеянный Богом при создании человека, и имеет возможность и способность рассуждать о полезных и вредных для человека мыслях и действиях и направлять деятельность человека по нужному пути. Бог есть Дух Всеведущий. Разум человеческий имеет печать этого Божьего свойства. Он может охватывать неисчислимые массы знаний. Память хранит в нем все эти знания. Бог есть Дух Всесвятый. И человек с помощью благодати Божией имеет силу достигать вершин святости. Когда преподобный Серафим Саровский беседовал о духовной жизни или когда он молился, окружавшие его видели особый свет, исходящий от него. Святой праведный Иоанн Кронштадтский подвигом своей молитвы и праведной жизни получил от Господа силу исцелять болезни людей на расстоянии, одним только молитвенным вздохом перед Господом. Божественная природа души проявляется во всех формах духовной жизни человека и особенно в стремлении к нравственному и эстетическому совершенствованию. Ее одуховленность видна во всех сторонах ее жизни, в способности мыслить, действовать, чувствовать, и во всех этих способностях проявляются высшие стремления, вызванные духом. Одуховленность человеческой души святитель Феофан Затворник описывает так «Вся душа человека, соединившись с духом и же от Бога, преобразилась и из животной стала человеческой, с теми силами и стремлениями, о которых уже говорилось, то есть жаждой Бога, с совестью и с благоговением и страхом Божиим. Но кроме того, она, благодаря соединению с духом, самой себе стала обнаруживать высшее стремление, поднялась как бы на одну ступень выше, являясь душой одуховленной. И далее. В ней появилось стремление к идеальности, чувство неудовлетворенности от одних только выводов, сделанных на основании жизненных опытов наблюдения, и желание, и стремление проникнуть в область познания Творца и Промыслителя. Дух вызывает в душе желание совершать бескорыстные поступки, стремление к высоконравственной жизни. Душа не чуждо проявляет заботу обеспечения всем необходимым для нормальной жизни, но не видит в этом удовлетворения, часто стремится к жертвенным поступкам. Одуховленная душа стремится к любви, к красоте, часто к изяществу. Она стремится постичь не только внешнюю красоту, но и красоту внутреннего содержания, умно созерцаемую, идеальную. Все эти влечения в душе, эти настроения души, гости из иного мира, от Духа Божия. Душа, водимая духом, не находит полного удовлетворения ни в чем сотворенном, и ищет не только красоты отражения душевно-телесного быта, но выражения в прекрасных формах идеально прекрасного мира, куда влечет ее своим воздействием дух. Среди душевных качеств человека есть совесть. Совесть — это дивное отображение божества в человеке. Совести, как одному из свойств нашей одуховленной души, Бог поручил наблюдать над действиями души, указывать что угодно Богу, а что не угодно, и не только указывать, а просто властно требовать, делать угодное Богу и не делать противоположного. И душа сразу же ощущает результат. При исполнении благой воли чувствует утешение, а при неисполнении испытывает угрызение совести. Совесть — это зоркий страж и судья наш. Преподобный Авва Дорофей так говорит, «Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, просвещающий ум и показывающий ему, что хорошо и что плохо. Это наша совесть». В Священном Писании совесть именуется соперником, так как она всегда сопротивляется нашей злой воле. Бог, творя душу человеческую, всеил в нее семена всех добродетелей. Для их правильного возрастания необходимо воздействие со стороны Бога. Но при наличии свободной воли в человеке может он сам решать, принимать или нет эти благодатные воздействия. Вот тут и должна проявить себя наша совесть. Голос совести, по мнению святителя Феофана Затворника, это проявление действия в нас Духа, высшего начала нашей жизнедеятельности. Он направляет деятельность нашей души на искание Бога, понуждает душу жаждать Его. Человек получил от Бога свободную волю и способность разумно рассуждать и выбирать пути своей жизни. Умом, душой и сердцем Он самостоятельно решает, как поступить и соответственно выполнять или не выполнять волю Божию. И тут уже дело совести нашей, подсказать душе, на правильном ли она пути или уклонилась от него, отдалив себя тем самым от Бога и изгнав Его из своего сердца, то есть место Его законного пребывания в нас. Суд совести в человеке объясняется тем, что Бог глубоко в душу человека вложил чувство совести для постоянного напоминания о том, что будет суд Божий над людьми, и это в какой-то степени облагораживает нашу земную жизнь. Душа сотворена свободную, имеет свободную волю, и потому может добровольно склоняться либо к добру, либо к злу, но Бог в само существо души человеческой вложил иго нравственных обязанностей. В человеческую душу вложена духовная внутренняя сила, которая помогает человеку победить в себе все низменные и греховные устремления. У людей с чистым сердцем душа прилепляется ко Господу, и Господь, любя такую душу, соединяется с ней, и тогда душа и Господь делаются единый дух, единое с распространением, единый ум. Тело души остается поврежденным на земле, а ум ее всецело жительствует в небесном Иерусалиме, восходя до третьего неба, прилепляясь ко Господу и там служа ему. Но в такое состояние душа приходит не вдруг, а через испытания, через многие труды и подвиги в течение долгих лет. Душа имеет и свои глаза, душевные очи, то есть наше внутреннее духовное чувство. А еще правильнее, это глубочайшая внутреннейшая сторона этого внутреннего духовного чувства, дающая возможность проникнуть в область Божественного, непосредственно соприкасаясь с ней, принимать живые впечатления и убеждаться в бытии Божием. Не будь у нас этого чувства, мы не имели бы возможности осязательно убеждаться в бытии Божьем. Вот что говорит Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. У нас внутри есть духовное око, которым мы в миллион раз больше видим, чем телесным зрением, которое есть только орудие нашего душевного ока, проводник, через который душа или думает, или познает все видимые предметы. Какие предметы созерцает это духовное око? Явление мира духовного. Духовное око наше стремится больше всего ко Господу, и в этом случае действие его называется созерцанием и богомыслием, и оно может простираться в бесконечность и иметь свойство очищать душу от греха, усовершать и приближать все больше и больше к Богу, источнику нашего света или нашей мысли и нашей жизни. Затем созерцаем ангельские чины их духовную святоносную природу. Еще духовное око обращается внутрь самого человека, и тогда его деятельность называется самоиспытанием, самоуглублением, священным бодрствованием или трезвением над своими помыслами и желаниями. Сокровенное желание души истинно верующего человека, жажда познать Бога, видеть Его, соединиться с Ним навек. И встречи души человека с Богом обычно незабываемы. Найдя драгоценную жемчужину, человек идет и продает все, что имел, и покупает ее. В каждой душе живет врожденное стремление к святости, к украшению бессмертного духа, тоска по небесному жилищу, искание Бога. И сознает ли тот человек или не сознает, но душа его носит в себе предощущение жизни бесконечной, с возглавляющей ее божественной красотой и порывается к своей вечной родине. Душа наша жаждет Бога, тянется к Нему, ищет Его, и нельзя оставлять голодающую и жаждущую без насыщения. Духовный голод и духовная жажда страшнее телесных. Если не насыщать нашей души на пути ее земной жизни, безмерно тяжих будет ее голод в вечности. У бессмертной души нашей есть свои потребности, свой голод, свои болезни. Вот и ведет она нас в храм Божий для молитвы, так как пища ее это прежде всего молитва. Назначение души сообщить, преподать человеку святость, помочь ему при содействии благодати святаго Духа приобрести эту святость. Образ Божий человек получил при творении, а приобрести подобие мы должны своей волей, и это дело нашей души. Святитель Иоанн Златоуст говорит, мы получили бессмертную душу для того, чтобы вполне подготовиться к будущей жизни, и чтобы и тело получило бессмертие. Но только одуховленная душа, подчинившаяся воздействию на нее Духа-Святаго, способно тело, в котором она обитает, сделать бессмертным, подготовить к вечной жизни. Душевность и телесность человека естественны человеческой природе, так как и тело, и душа сотворены Богом, и сами по себе они безгрешны. Но если в человеке развиты только душевные качества, без подчинения души Духу, человек легко может подчиниться греховным побуждениям. Душа непременно должна подчиниться Духу. Святой Никодим Святогорец говорит, Душа, как одна из трех составных частей человеческой природы, Духа, Души и тела, имеет своим назначением устроять временную жизнь человека, и, покоряясь Богу откровенной истине, ею освещает всю область своего видения. Душа Храм Святаго Духа Святитель Василий Великий говорит, Душа, находясь в теле, оживляет его. Как небо и землю Бог сотворил для обитания человеку, так тело и душу человека Бог создал в жилище себе, чтобы вселиться и упокоиваться в его теле, как в своем доме, имея прекрасную невесту и возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Но для этого душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного, мрачного естества и проникнуть собою, чистым зрением сердца, в мир духовный. Тут-то ей будет хорошо, тут-то ее истинная жизнь, ее успокоение и радость. Благодать, приходящая в сердце, возбуждает энергию духа, вызывает высшие стремления от решения от земных привязанностей. Душа человека, в ком обузданы помыслы и сердце очищено от них, становится благообразной, принимая все свои дивные качества, вложенные в нее Богом притворений. Такая душа может стать жилищем Божиим, храмом Духа Святаго. Какой великой честью награждена душа человека, даже чистые безгрешные ангелы не являются храмом Духа Божия. Только душа человека может стать этим храмом, это ей даровано Богом, но для этого она должна полностью подчиниться Духу Божию. Душа только предназначена быть живым, нерукотворенным храмом. Человек не рождается храмом Божиим, он становится им только тогда, когда Дух Святой осветит душу во время крещения, когда Дух Святой посетит нас своими дарами в святом таинстве миропомазания. Значит, не принявший Святаго крещения остается только предназначенным быть этим храмом. Душа становится местом постоянного пребывания Духа Божия, только подчинив себя воздействию Духа Божия, вручив себя Его руководству. Она, сама находясь в тесной связи с телом нашим, руководит им, и руководство ее будет плодотворным и спасительным для тела только тогда, когда она сама будет всецело руководима Духом Святым Божиим. И вот только тогда она будет местом постоянного пребывания Духа Божия. В душе Бог живет всегда, если мы грехами своими сами не удалимся от Него, ибо в грешной душе Бог не обитает. Бог любит обитать в душах человеческих, говорит святитель Феофан Затворник, но Он входит в души людей не насильственно, хотя Он и всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной им человеку власти над собой. Бог не вселяется в души, в которых царит плоть, ибо орган общения Его с человеком есть Дух, но когда душа своей свободную волею возымеет желание приблизиться к Богу, тогда и Бог как бы идет к ней навстречу, и начинается одухотворение не только души, но и тела, то есть всего человека, и внутреннего, и внешнего. Бог станет всяческая во всех в таком человеке, человек при этом одухотворившись обожится. О таких сказано «Придем, и обитель у него сотворим» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. И будет осуществлено царство Божие внутри человека, в его душе. Еще в Ветхом Завете Дух Святой через пророков Божиих говорил «Селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и челями». Дух Святый пророчествовал о том времени, когда Бог вселится в бессмертную душу человеческую, когда Бог будет отцом этой души, а душа будет чадом своего небесного Отца. И это совершилось с пришествием Сына Божия на землю. Царство Божие внутри вас, и зародыш Божьего Царства именно в душе человека. Зародыш этот всегда ничтожно мал, как горчичное зерно, так как в миру душа обуревается стихиями мира, отличными от Божьей стихии. Но когда это малое семя будет укреплено в душе усилиями воли самого человека, желающего жить жизнью Христовой, тогда уже Бог своей творческой силой будет творить обновленного человека, без участия самого человека, от человека только требуется проявление воли в желании. И быстро, быстро, силой Божией в бурном росте, семя Божие в душе такого человека заглушит все терния, внесенное врагом. Колос души зреет и наливается от Божьей силы. В душе открывается царство благодати и совершитель этой новой жизни Господь. Он обильно распространяет повсюду свет и жизнь, и все зависит от способности души к духовному росту. Назначение души не только самой сохранить полученную от Бога святость, но, как уже было сказано, сообщить святости всему человеку. Будучи тесно связанной со всеми органами тела, душа своей жизненной силой оживляет чувства, направляет свою деятельность на отдельные органы его, которые являются как бы инструментами для деятельности души. Когда тело полностью отдано в подчинение душе, тогда плотские страсти человека умерщвлены, и душа, просветившись, сделается храмом Божиим. А душа, в которую вселился огонь Божий, подобно двукрылой птицы, горе, возносящейся по небесному воздуху. Крылья души, повинующейся Богу, это устремление огня Божия, которым она может воспарять горе к небу. Бог, объемляя и согревая покорившиеся ему души, возбуждает их к духовной жизни. Но для этого душа наша должна быть умной, должна распознавать полезное и вредное в деле спасения. Умную и добродетельную душу легко обнаружить даже во внешности человека, в его взгляде, походке, голосе, улыбке, разговоре и обращении с другими людьми. Ведь именно душа подсказывает отдельным частям нашего тела, глазам, ушам, рукам и ногам, чего им нужно избегать, а что можно делать и как именно делать. Мы видим глазами, слышим ушами, имеем возможность куда-то пойти или чего-то коснуться руками. А вот что стоит делать и чего не следует делать, об этом рассуждать дело нашей души. Нужно ли коснуться того или иного предмета, нужно ли слушать тот или иной разговор, стоит ли смотреть на то, что манит и привлекает наш взгляд. Обо всем этом должна рассуждать наша душа, руководимая и наученная Духом Святым Божиим, и руководить поступками нашего тела. У каждой христианской души есть свое призвание, и она, обладая телом, начиная с самого рождения, должна смотреть на него, как на орудие для исполнения божественных предначертаний. Тело, отданное в обладание душе, принимает участие в ее призвании. Этим самым на него возлагается ряд особых обязанностей. И вот именно эти обязанности и составляют возвышенную сторону нашей физической жизни. Душа извлекает из тела не одни чувственные отправления, но согласовывает его деятельность своим божественным призванием. Преподобный Антоний Великий говорит, что душа, находясь в теле, проходит три состояния — начало веры, преуспеяние в вере и совершенство. Каждый из них длителен и зависит от состояния данной души. Душа должна создать благоприятную атмосферу для восприятия все новых и новых сил благодатных. В такой заботливой душе нет места ничему злому, и греховному. Но душа наша, хотя она и разумная мысленная сила, должна быть руководима и поддерживаема во всех добрых делах благодатью Святаго Духа. И как тесно соединена душа со всеми частями нашего тела, так и благодать Святаго Духа своей божественную силою должна сочетаться с душой и оживотворять ее, являясь как бы душой души, помогать ей различные помышления и пожелания сводить к единой, воле Божией. Как тело без души не имеет гармонии всех своих членов, так и душа с отличительными чертами своей разумности не может обладать должным своим поведением без благодати Святаго Духа. Душа человека, если не имеет в себе благодати Святаго Духа, мертва для Бога. Потому и естество наше, если не будет причастна благодати Святаго Духа, не может ни подумать, ни сделать что-либо достойное Царствия Божия. Но душа, сподобившаяся стать причастницей Божественной благодати, будучи сама освящена, освящает и все тело свое, потому что, будучи в союзе с телом, находясь во всех его членах, сообщает им действие благодати Божией. Когда душа и тело приземной жизни находятся в полном контакте и живут исключительно богоугодной жизнью, такую душу Бог освящает уже при исхождении ее из тела, а тело принимает нетление, подобно душе. И так как душа в этом мире была участницей в перенесении всех тягот и скорбей, выпавших на долю тела, так в вечной жизни и телу будет передано состояние радости, которой уже пользовалась от Бога душа, пребывая некоторое время в разлуке с телом. Тогда душа поглотит собою все тело и будет едино с ним, и дух, и ум, и все тленное и смертное, тогда будет поглощено жизнью. Плоть поглотится душою, силою святаго духа. Душою, которая была уже поглощена Богом, истинной жизнью. О том, как необходимо при земной жизни нашей душе укрепляться духом святым, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от духа святаго, а теперь многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание, необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления святаго духа душа наша постоянно склонна ко всякому греху, и значит, к смерти духовной. Она расслабевает, совершенно обессиливает от входящего в сердце зла и становится немощной для добра. Без укрепления духа святаго чувствуешь, как сердце подмывается от различного зла и готово ежеминутно потонуть в бездне этого зла. Тут-то надобно, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень — это святый дух. Дух святый воспламеняет душу, любовью к Богу, навевает душе светлые и благие мысли, укрепляет в сердце сознание важности и необходимости трудиться, внушает необходимое терпение, которым преодолеваются все трудности. При общении с людьми вдыхает в человека уважение к данному человеку, который есть образ Божий, кто бы он ни был, и соединяет всех нас любовью и учит молиться. И не только со стороны святого духа нужна помощь нашей душе, но и мы сами должны помогать ей украшаться той вечной и нетленной красотой, в которой она должна предстать перед Богом. Эта красота души создается из смирения, чистоты, терпения и добрых дел любви. И спасение души надо начинать с молоду, оберегая ее от житейской грязи, ведь нет ничего страшнее, чем вечная гибель души. Преподобный Варсонофий в пятом веке нашей эры постоянно наставлял приходивших к нему «Дети мои, спасайте свои бессмертные души». О природе греха в душе человеческой. Мы видели из всего сказанного, что душа наша это прекрасное творение Божие, но такая ли она в действительности у нас. Почему так часто приходится обращаться к ней со словами «Восстанье, что спиши»? И когда говорится «Восстанье, спяй и воскресни от мертвых», то и в том и в другом случаях не говорится иносказательно, а разумеется действительный сон души. Как тело во время сна расслабевает, так и душа, спящая греховным сном, расслабевает в своих силах и бывает нечувствительна ко всему, что касается веры, надежды и любви. Спит, не слышит, не видит, не чувствует. Душа, одуховленная Богом, часть естества нашего, в силу своей способности воспринимать себя подобно губке все духовное, подвержена влиянию не только святаго духа, но и противоположного духа, духа злобы. И от вторжения в нее духа злобы необходимо ее всячески оберегать, что и обязан делать наш разум совместно с волей нашей. Царство небесное внутри вас есть, говорит Господь, но и царство дьявола также внутри нас бывает через разные страсти житейские. Поэтому в молитве Господней и говорим, «Отче наш, да приидет царствие Твое, потому что в нас царствуют различные страсти, коими орудует дьявол с злодейственными бесами». Душа по естеству своему не имеет плохих задатков, но если уклоняется от добра козлу, то делает это исключительно по лености, допустив в себе оскудение добра. И потому опытные старцы, подвижники и все, кто в жизни своей много, много потрудились над спасением собственной души и желая, чтобы ни одна человеческая душа не погибла, предупреждают, не позволяйте себе легкомысленно давать волю своей душе. Ее всегда надо держать на привязи и в мыслях, и в чувствах, потому именно, что они не хороши, не доброжелательны нам, они в заговоре с князем века сего против Господа. Не давайте свободы душе, за ней надо непрестанно следить, как за злым и капризным ребенком, как бы он чего ни напроказил, ни набедокурил, ни повредил себе и Бога не прогневал, потому что она все-таки не ребенок, а давно уже живет жизнью зрелого человека, немало жившего и испытавшего всякие человеческие злоключения, ибо зло, гнездится в человеке глубоко, и бесчисленные корни его надо отсекать тщательно и непрестанно. По разъяснению преподобного Макария Великого, душа, если и подпадает под влияние злого духа, не соединяется с ним воедино и целое, а только временно подчиняется ему, творя его злую волю. У греха, навеваемого духом злобы, своя природа, и у души своя. Подобно как в природе, при солнечной но ветреной погоде, у солнца свое действие, а у ветра свое. Они действуют одновременно, но несовместно. Так и в душе человека, к которой примешался грех, у греха и у души своя особая природа, и до известного времени душа сопротивляется греху, ведя свою жизнь, а грех свою. Подобно ручейку, который несет чистую воду, но на дне его лежит тина. И стоит всколыхнуть поверхность воды, как поднимется тина и замутит всю воду, и станет как бы едина, но все же не едина. Так и душа. Когда возмутится, то на какой-то период времени подчинится злому духу и начнет творить его злые и греховные дела. Оба духа при этом составляют что-то одно, оставаясь самостоятельными. Поэтому у души, как бы она ни пала, сохраняется возможность действовать самостоятельно, вырваться из-под влияния зла и в слезной покаянной молитве вновь обратиться к Богу. В сердце каждого человека существует расположение к грехам, которым он научился с юности. Это расположение скверняет и душу, и тело. Грех величайший разбойник. Он убивает душу, если она не кается, удаляет ее от Бога, вливает смертоносный яд, постоянно обольщает и берет в плен и душу, и тело. Душа грешника моментально поражается грехом, как параличом, но она же чудно воскресает при глубоком покаянии. Церковь знает три состояния души, благодаря которым человек бывает горяч, холоден или тепл. Горячий и холодный это два совершенно противоположных свойства, это духовные полюса, но активность их одинакова. Теплота нечто пассивное, пребывание в застое. Теплые это те, которые не отклоняются ни к одному из полюсов. У холодной души активность направлена ко злу, но холодный человек может мгновенно стать горячим, к чему совершенно не способен теплый. Примером этому может служить первое обращение апостола Павла из гонителя в первоверховного апостола, второе обращение благоразумного разбойника, третье покаяние грешницы. Душа наша создана не для греха. Грех противен, чужд для души, вышедшей из рук Творца, чистой и безгрешной. Она не создана для греха. Наше духовное существо борется с грехом, потому что нам жалко потерять свою чистоту и невинность, потому что страшно оскорбить любящего нас Небесного Отца. Но наша духовная природа так устроена, что все чувства, мысли, желания, все движения нашего Духа тесно связаны между собою. И грех, попадая в сердце через желание и через действие, сразу налагает свою печать на все стороны нашей духовной деятельности. Ты только допустил скверные дела, но уже помрачается твое духовное зрение, уже затрудняется в твоей душе вход добру. Надо следовать мудрому древнему правилу «Внимай себе». чтобы оградить душу от погибели. Ведь всякий грех оставляет след в нашей душе, и задача каждого человека сберечь душу. Жива душа, и ты жив. Погибла душа, и в тебе не будет жизни, а потому без жалости отсекай все, что несет с собою смерть душе. Душа умирает, когда отходит от нее божественная благодать. Наступает растление души. При этом правильные и благие помыслы уступают место развращенным помыслам зависти, лукавству, ненависти, вражде, брани, злопамятству и прочим многочисленным греховным помыслам. Душа человека бесценное сокровище, и потому так настойчиво святые отцы призывают всех следить за своей душой, беречь ее. Видеть состояние своей души во всей ее ноготе мы никогда не можем без особой милости и помощи Божией, ибо внутренность нашей души сокрыта от нас. Поэтому-то церковь и напоминает нам о необходимости заботиться о ней. В великопостных песнопениях мы слышим «Храм насяй телесный весь исквернен». Это и о нашей душе говорится. Ведь она предназначена быть нерукотворным храмом Божиим. А мы своей беспечностью, своими грехами осквернили его так, что в него не войдет уже, конечно, Бог, хотя это его законное место, он сам его себе уготовал. Но мы имеем возможность возобновить этот пришедший в негодность храм, нашу падшую душу. Он омывается и очищается нашими слезами искреннего покаяния. Неусыпной заботой о своей бессмертной душе можем восстановить наш внутренний храм для того, чтобы он засиял и снова стал местом пребывания для Духа Святаго. И тогда смерть нашего тела, разрушение телесной нашей храмины не испугает нас, так как с помощью благодати Божией приобрели мы вновь небесную духовную храмину, которая в день всеобщего воскресения прославит нашу телесную храмину. Место пребывания в жизни вечной нашей бессмертной душе уготовано Богом в небесном чертоге, но войти в него могут только те, духовная одежда которых светла. А кто не приобрел ее при жизни, сможет только созерцать его, но не имеет дерзновения войти в него. чертог твой вижду спаси мой украшенный и одежды неимом да вниду в онь. Субтитры